Здравствуйте! В эфире программа Ресурсы. Актуальные новости из мира экономики и финансов. В студии Арай Сакишева. Казахстан с середины июля разрешит безвизовый въезд гражданам еще 10 стран инвесторов. Это Швейцария, Испания, Бельгия, Венгрия, Монако, Сингапур, Австралия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Об этом сообщил президент республики Нурсултан Назарбаев на казахстанско-итальянском бизнес-форуме в Милане. Кроме того, будет продлен безвизовый режим для государств, который вступил в силу год назад. Инвесторы имеют возможность привлекать иностранную рабочую силу без каких-либо квот и разрешений. Кроме того, установлен безвизовый режим для инвесторов из 10 стран мира, в перечень которых входит и Италия. С 15 июля нынешнего года мы продлеваем безвизовый режим для инвесторов, подчеркнул президент. Он также отметил, что немногие государства в мире предлагают для инвесторов подобные условия. Напомню, свободный въезд в 2014-м был разрешен гражданам США, Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Корея и Японии. В указанный период иностранцы могут многократно въезжать, выезжать и следовать транзитам по территории республики безвиз сроком до 15 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Вместе с тем, на прошедшем форуме между Казахстаном и Италией подписано более 20 документов в сфере производства сельхозтехники, продуктов питания, текстильной продукции, машиностроения, нефтяном секторе и строительстве. В общем, заключены соглашения на полмиллиарда долларов. В частности, одним из ключевых стал документ об уступке доли участия в отношении проекта разведки и добычи на участке Исатай между нацкомпанией «Казмонайгаз» и компанией «Эни» Исатай-Биви. Кроме того, подписано меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Казахстана и рядом итальянских компаний. Ежегодно растет взаимный товарооборот. В прошлом году он составил 17 миллиардов долларов. Италия – один из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Начиная с 2005 года приток прямых инвестиций из Италии составил около 6 миллиардов долларов. В настоящее время в нашей стране активно работают около 200 предприятий с участием итальянского капитала. Считаю необходимым и дальше укреплять наше взаимовыгодное сотрудничество, находить точки соприкосновения в разных отраслях экономики. Отметил президент Республики Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на форуме. К другим событиям в мире. Парламент Греции одобрил идею проведения референдума по вопросу госдолга страны. Голосование назначено на 5 июля, передает BBC. Срок программы помощи Афинам по выходу из финансового кризиса истекает 30 июня, после чего страна должна выплатить кредиторам 1 миллиард 600 миллионов евро. Греческий премьер Алексис Ципрос просил продлить действия программы до референдума. Однако в субботу министры финансов стран Еврозоны отклонили эту просьбу Афин. Глава правительства назвал условия финансовой помощи, предлагаемые кредиторами, унизительными для страны. Между тем экономисты и регулирующие органы всего мира уже начали готовиться к открытию границ Китая для движения капитала, передает Интерфакс. Это, как считают эксперты, наиболее значимое событие в ближайшие 15 лет для всех стран. Объем сбережений китайских потребителей 21 триллион долларов. По прогнозам аналитиков, большая часть этих средств будет выведена из Поднебесной. По мере того, как китайские власти пытаются уменьшить зависимость экономики страны от инвестиций, деньги вывозятся из страны. Этому способствует и политика премьера Госсовета КНР Ли Кэтьяна, который ослабляет контроль за движением капитала. Китайские вкладчики могут изменить структуру мировых рынков капитала, говорят эксперты. В то же время китайский Центробанк вновь снизил ставки. Регулятор страны уменьшил ключевую процентную ставку и нормы резервирования для части банков, отреагировав на резкое падение китайского фондового рынка, сообщает Bloomberg. Ставка по кредитам сроком на год снижена на 25 базисных пунктов до 4,85%. Депозитная ставка на тот же срок на 25 базисных пунктов до 2%. Уже две недели подряд на фондовом рынке Китая продолжается снижение. В пятницу индекс шанхайской биржи рухнул более чем на 7%. Недавно экономисты Центробанка ухудшили прогноз роста экономики до 7%, с ожидавшихся ранее 7,1%. Отмечу, что нынешнее снижение 4 с ноября. На этом пока все. Будьте в курсе последних новостей вместе с 24КЗ и берегите свои ресурсы. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok